На прошлой неделе группа депутатов парламента во главе с председателем комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхасом Барциц выехала в Москву с официальным визитом для встречи с коллегами из Госдумы. В состав абхазской делегации вошли депутаты Леонид Лакирбая, Канг Варджи, Адгур Харазия и Дауд Хутаба. Главной темой встречи стало обсуждение внесения изменений в соглашении между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность Российской Федерации, объекты на территории Республики Абхазия, госдачи Питсунда и порядки его использования. Алхас Барциц сказал, что встреча носила консультативный характер и они со своей стороны озвучили российским коллегам пункты соглашения, в которые, по их мнению, необходимо внести изменения. Я в своем выступлении озвучил тот факт, что в первую очередь у нас в обществе многое не понимается касаемо именно самой ратификации данного соглашения. Почему? Потому что есть ряд проблем, которые вообще были изначально допущены в данном соглашении. Речь идет непосредственно о координатах, которые ошибочно были указаны по морской территории, по морским территориям. И плюс они уже там выходили за пределы, то есть земельный участок один получался, а по морским координатам они выходили за пределы своих границ. Также нами было озвучено, что есть тот пункт, который смущает опять-таки все наше население республики. Отсутствие в данном соглашении статьи, а именно в статье пункта, который ограничивает передачу при заключении соглашения с Федеральной службой охраны, там отсутствует пункт, который не позволяет передавать данный объект третьим лицам. Помимо представителей Государственной Думы, на встречу присутствовали представители ФСО и МИДа России. По словам депутатов парламента, российские коллеги нацелены на то, чтобы данное соглашение было правильно ратифицировано и готово к совместному сотрудничеству. Они нас заверили, что ими также будет это все поддержано. Они максимально хотят все вместе положить усилия для того, чтобы у нас получилось в данном соглашении внести изменения. В плане НОТИМИДа, кстати, хочу отметить тот факт, что министр иностранных дел республики Абхазия до этого тоже провел большую работу в этом направлении. Была нота МИДа между нашими ведомствами, а именно, значит, в Абхазской НОТИМИДа говорилось о том, что обнаружены несоответствия координат, точек координационных, именно касающихся морской глади, и также, значит, вот эта вот статья, которая не позволяет передачу объекта третьим лицам. На что МИДа Российской Федерации ответил, что предложение абхазской стороны о внесении изменений в данное соглашение, значит, о передаче в собственность Российской Федерации данного объекта на территорию республики Абхазия, они принципиальных возражений не имеют и не против того, чтобы эти изменения вносились. Помимо этого, мы также сделали свое предложение, предложили вот эти изменения, которых мы добивались, допустим, да, чтобы те же самые подписанты дополнительный протокол уже сегодня подписали, и здесь уже потом мы вместе с ратификацией соглашения ратифицировали уже и изменения для того, чтобы у нас были гарантии. Ну, я разговаривал отдельно еще с представителями и ФСО, ФСО и представителями МИДа, ну, у них был немножко скепсис, но я уверен, они в любом случае передадут, наверное, своему начальству наши предложения, и посмотрим, будет ли какой-либо ответ. Канг Вальча рассказал, что на встрече российская сторона предложила ратифицировать соглашение в том виде, в котором оно есть, а уже после внести в оправки, с чем депутат не согласен. Ребята здесь предлагали, то есть до того, как принять, отдельным, значит, как говорится, протоколом, нести изменения в протокол и приложить протокол к действующему соглашению. С чем они не согласились? Они предлагают нам другой вариант. Принять как есть, но, извините меня, если я уже как есть принимаю, есть логика, значит, ты с ним согласился. Завтра какие изменения ты можешь вносить, если ты уже его принял? Ты, если говоришь, что это неправильно, ну, понимаешь, что это неправильно, ты принимаешь, это логическая, значит, цепочка. Если ты его принимаешь, значит, ты его уже принял, ты с этим согласился. Но не это главное. Они предлагают потом, значит, сделать постановление парламента, что мы потом будем что-то менять. Я такого вообще не понимаю. Я юрист тоже. Другое дело, может, не практиковался непосредственно какими-то конституционными делами, но имею опыт работы в парламенте. Я знаю, что такое иерархия. Есть международные договора, есть постановление парламента. Постановление парламента, оно работает только для наших внутренних дел, для Абхазии. И то оно не всегда, как говорится, имеет силу. Нет, конечно, она обязательно к исполнению, но она больше имеет такой рекомендательный характер. Как мы можем влиять на международные договора, в моем понимании, это неправильно. Леонид Лакирбая считает, что к вопросу надо подойти очень серьезно и необходимо выяснить, насколько предлагаемое российской стороной соглашение соответствует законодательству Абхазии. Для изучения документа нужно привлечь юристов. Мы попали туда в поисках, так сказать, возможности выхода. И свою версию они нам предложили. Еще раз повторюсь, эта версия была предложена, это не есть догмат для нас. Все-таки у нас есть наше законодательство, у нас есть наши юристы. Если есть какая-то возможность, было бы неплохо. Но если такой возможности юридической нет, мы должны, чтобы текст соглашения соответствовал тем требованиям, которые ставятся. Я хочу сказать, что я сейчас говорю только о тех вопросах, которые были внесены через НОТУ. Те вопросы, которые были поставлены через парламент. О тех вопросах, которые мы ставили. Там фактически два вопроса, это координаты и невозможность передачи третьим лицам. Значит, инициатива исходила из парламента. Да, его инициатива была, но НОТА МИДа нашего пошла после обращения парламента. Вот это те два момента, на которых мы, так сказать, которые мы оседлали. И мы сегодня очень хотим, значит, в отличие от тебя, я не юрист, и я не могу, значит, судить, насколько это все соответствует, хотя примерно могу догадываться, что это такое. Значит, но если наши юристы скажут, что юридически это вообще невозможно никаким путем, значит, надо думать о другом. Не исключено, что текст соглашения, который уже будет с учетом, новый текст соглашения, чтобы мы его инициировали. Я такое тоже не исключаю. Но это еще раз повторюсь в том случае, если наши юристы скажут, что другого решения пути нет. Обсуждаемый вопрос остается открытым. Депутаты намерены рассмотреть все за и против с привлечением специалистов.